Всем привет, привет дорогие друзья, с вами Константин и в этой серии по игре Ark Survival Evolved я хочу немного рассказать о рыбалке. Вот у меня есть такой замечательный плод, я его застроил металлическими конструкциями, вы же можете это сделать камнем или кому что по зубам, кого что позволяют ресурсы. Вот, почему я это сделал, потому что вот допустим рыбачить на вот этом озере возле хвойного леса очень опасно, здесь очень много карнотавров и других хищников, очень много. Вот, и чтобы они вам не мешали, следует застроиться на плоту хорошенько. Здесь у меня стулья стоят для всего вашего трайба, если же вы любите рыбачить на открытом воздухе, то даже есть такой вариант. Вот, выходите и рыбачите, но опять же в этом месте это делать опасно, здесь много хищников. Если вы нашли спокойное озеро, где много травоядных динозавров, никакой опасности нет, то можете выйти сюда, сесть спокойно и порыбачить. Вот. Что касается установки стульев, сразу скажу, устанавливайте их подальше от края, потому что вот как я сел только что, сейчас вот сел, видите, я встал, я остался на плоту. Если вы поставите стул ближе, вы будете падать в реку. Придется вам выплывать, оплывать, если вас, конечно, не сожрут пираньи. Вот. Здесь у меня гриль, так как я буду ловить очень много первосортного и обычного мяса, его сразу можно пожарить. Также гриль хорошо освещает все помещение ночью при ночной рыбалке, очень уютно и удобно. Здесь у меня есть ящики. Здесь у меня в ящиках снасти рыболовные, удочки. Это кровь пиявки, это древесный сок. Про них немножко попозже, когда я буду рыбачить. Итак, здесь у меня выход на крышу. Если напал карнотавр, то легче всего подняться на возвышение и с арбалета или из чего у вас там есть, насылать ему в башню, чтобы он свалил или сдох. Вот. Поэтому можно приступить к рыбалке. Так. Спускаемся. В этом плане вот так вот. Не всегда все хорошо. Так. Вот такое у меня тут отверстие. Застройка идет фундаментами. А дальше от фундаментов просто сделайте вперед по два перекрытия. И закрываетесь. Так вот по кругу перекрытиями проходите. А здесь дырочку вставляете. И все. Так. По плоту сказал. Давайте приступим к рыбалке. Рыбачить мы на краю не будем. Заплывем поглубже. Вот видите, лососи плавают. Эта река очень богатая на лососи. И вообще это место очень живописное и хорошо для установки базы. Если хорошо себя подготовить и обезопаситься. Здесь много спавнится бобров. Здесь много травы вон там вот. Видите, куда я смотрю. Там очень много кустов, деревьев. Здесь рядом хвойный лес. Есть методы на моем канале, описывающие добычу ресурсов очень эффективными способами. Добычу дерева я рекомендую делать в этом лесу. Можете эти методы посмотреть на моем канале в плейлисте. Вот. Я заплыл поглубже. Так. Здесь не поглубже. Здесь помельче. Давайте вот сюда. Здесь, повторюсь, водится очень много лосося. А как вы знаете или нет, чем крупнее рыбу вы ловите, тем больше вероятность того, что выпадет рецепт легендарного качества. На то или иное седло или еще на что. Вот. По поводу места. Еще раз скажу. Хорошая река с рыбой уходит в ту сторону. Там водятся спинозавры, другие хищники. В лесу много медведей. Очень полезные животные, которых тут можно найти. Даже высокого уровня приучить. Здесь рядом две горы. Рядом зеленый обелиск для похода на паучиху. Гора вон там. Гора вон там. Так. Упали. В общем, про это место хватит. Давайте приступим к рыбалке. Садимся на любой понравившийся стульчик. Мне этот понравился. Достаем удочку, которая у вас заранее стоит уже на клавише какой-нибудь горячего пользования. Я выбираю кровь пиявки. Сейчас расскажем почему. Забрасываем удочку. Давай, давай. На левую клавишу мыши. Что-то долго он подготавливается. Такое бывает. Оп. Все. Рыбачим. И вот теперь, когда идет рыбалка, я вам немножко расскажу про все нюансы. Удочка у меня легендарного качества. Удочки падают с мазозавров альфа. И также удочки можно найти на лучах, которые падают на землю. В подводных дропах, про которые у меня есть видео на канале, где тоже можно найти кучу легендарных вещей и рецептов удочек, я ни разу не встречал. Но лучи, которые падают на землю, именно с неба, в тех находил. С альфа-мазозавров можно даже красную удочку взять, вот как у меня. Так, про удочки рассказал. Что касается снастей. Снасти есть, насколько я знаю, на данный момент игры, двух типов. Может я и ошибаюсь, может уже больше. Еще кровь пиявки и древесный сок. Древесный сок добывается из хвойных деревьев, вставляются в деревья, вот в этом лесу большом, что я показал, трубки. И со временем из этих трубок капает этот древесный сок, его используют для ловли рыбы. Второй способ, это кровь пиявки. Кровь пиявки можно добыть на болотах, так как там водится очень много пиявок. Если вы, к примеру, ходите на тираннозавре или на другом хищнике, фармите мясо и кожу по болотам, вы случайно могли заметить, что вам в инвентарь падали такой вот ресурс кровь пиявки. Это и есть, как вам объяснить, снасть. Вы на нее тоже ловите рыбу. О, пошел клев. Нажимаем Е, Д, С, В, Х, Ц, Е, Ц. Поймана рыбка. Итак, что мы поймали? Посмотрите, кучу первосортного мяса и обычного праймита. Вот. Тут падают по чуть-чуть всякие ресурсы. Вот одна цементитная паста, обсидиан, металл, порох. Вот. Но никакого цветного рецепта мне не упало. Давайте еще раз попробуем забросить. Может, нам повезет вот на этом стуле. Так, а где вообще? Может, давайте сменим положение? Там, где большая рыбка. Давайте вот сюда. Вот лосось большой плавает. Может, мы его споймаем? Так. Продолжим нашу беседу. Так, забрасываем удилище второй раз. Ну, вон он, где плавает. Давай, давай, забрасываю уже. Долго подготавливается. Про кровь черной пиявки, что следует сказать. Ой, черной пиявки. Просто кровь пиявки. Она более эффективная насадка, и на нее вероятность поймать большую рыбу намного больше. Вот. Поэтому если у вас есть возможность, фармите кровь пиявки и ловите рыбу на нее. Ну и древесный сок тоже неплохо подходит. Я ловил и на древесный сок, и на это как бы небольшая разница, но все равно есть вероятность выпадения легендарных предметов именно с крови пиявки. Что стоит сказать по пиявкам вообще? Когда вы фармите по болотам мясо, кожу или самих пиявок, по приходу на базу обратите внимание на здоровье вашего динозавра. Если оно по чуть-чуть отнимается, значит на вашем динозавре сидит пиявка и убивает его, пососет с него кровь. Визуально вы эту пиявку не увидите, но чтобы избежать этого, нужно попробовать ударить рукой динозавра. Если не помогло, возьмите факел и факелом ударьте животное. Должно помочь. В этот момент должна остановиться утрата здоровья и должно пойти в обратную сторону, набираться. Если набор здоровья пошел, значит все хорошо, пиявка убрана. Мы много раз чуть ли не теряли топовых животных, тех же динозавров, которого поставил, забыл про него, он стоит дней 5 или 3, и не обращаешь на него внимания, только когда он уже весь в кровище, подбегаешь и смотришь, а что за дела. А на нем, оказывается, все это время сидела пиявка и жрала его. Так что, ребята, смотрите, когда фармите этот ресурс и вообще по болотам ходите, обращайте на это внимание. Вот. Что еще стоит сказать по рыбалке? Ну, в основном, как я обращал внимание, падают рецепты на седла. Но, в отличие от подводных дропов, в которых можно добыть и предметы готовые, разного качества, и рецепты, то на рыбалке я только ловил рецепты. Сами предметы, походу, и не падают. Вот. Бывает, посидеть нужно долго, а бывает, и сразу, там, через минуту уже ловится рыбка. Вот так вот. Ну, давайте сейчас подождем еще одну рыбку, посмотрим, что с нее выпадет, и я буду заканчивать. А пока я жду, я этот момент, наверное, выражу, потому что очень много времени может потратиться на ожидание. Вот. А нет. Только я сказал, и сразу клю. Так, рыбка небольшая, судя по виду. Конечно, хотелось бы поймать большого лосося, посмотреть, что с него выпадет. Так. Что у нас тут упало? Опять куча проэмита, ресурсов. Ну, нам сегодня не повезло. Я посидел минуток пять-десять половил, и предметов никаких, то есть, рецептов мне не упало, но суть я вам рассказал. Вы поняли, что вероятность того, что здесь могут упасть эти вещи, предметы и рецепты, то есть, такой момент есть. А на этом я буду заканчивать. Кстати, мяско, которое я споймал, сразу надо забрасывать в гриль, потому что проэмит очень быстро портится. И надо его сразу жарить. Проэмит, то есть, первосортное мясо. Все, на этом буду заканчивать. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Поддержите канал, ставьте лайки. Кому было полезно, подписывайтесь. Ну, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok